МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 66% горожан за новую конституцию. В Сарове подвели итоги голосования по поправкам в основной документ страны. Молодежь и цифровизация. В Сарове стартует совместный проект информационного альянса атомных городов и Центра поддержки предпринимательства. Лесники подтвердили, в нашем лесу действительно обитают несколько медведей. Как вести себя при встрече с Косолапым? Далее расскажем обо всем подробно. Проявили свою гражданскую позицию и проголосовали больше половины жителей города. По данным территориальной избирательной комиссии Сарова, за внесение поправок в Конституцию выступили 26 326 человек. 13 тысяч выразили свое несогласие. 1% бюллетеней оказались испорченными. Хорошо, что они сделали заранее. Многие люди заранее проголосовали. Не было вот этой... Не толкались, не было очередей. Но мы проходили все нормально. Было, не было никаких очередей. Подошли, проголосовали и ушли. Мне очень понравилось. Перед входом стояли мужчины, мерил температуру, маски сдавал, перчатки по желанию. Все замечательно. Женщины такие там сидят доброжелательные. Кружечку опять же подарили. Организация хорошая. Потому что, когда мы пришли, никого не было. Дали перчатки, где-то там промерили температуру. В общем, я считаю, что очень хорошо. У россиян была возможность выразить свое мнение не только на избирательных участках, но и дистанционно. Для этого нужно было заранее подать заявку на портале госуслуг, получить персональную ссылку и проголосовать. В нашем городе этой возможностью воспользовались 1190 человек. По словам жителей города, онлайн-голосование позволило дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом и сэкономить время. В период пандемии дистанционно очень даже удобно. То есть я подала заявку на госуслугах, мне все пришло. То есть я дома проголосовала. Не нужно никуда ходить, заражаться. Правильно сделали, конечно. Скучности никакой не было. А вот у нас было там два человека. Я и муж. Больше никого не было. Россияне голосовали за принятие сразу 206 поправок, которые меняют 46 статей основного закона страны. Изменения коснулись идеологической, социальной и политической сфер жизни общества. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Полным ходом идет строительство второй очереди на лыжной базе. Кордодром, памп-трек, площадка для выгула собак. Обновленный объект должен стать местом многофункционального активного отдыха саровчан. Все зоны строители планируют расположить на небольшом расстоянии, чтобы спортсмены и пешеходы не мешали друг другу. Оградить лыжероллерную трассу, потому что спортсмены идут с очень большой скоростью, чтобы исключить возможные наезды лыжников на пешеходов. И недавно Татьяна Вавилкина направила на мое имя предложение, чтобы на этом травяном спуске сделать типа пандуса сверху вниз, чтобы можно было ходить и в скользкую погоду. Стоимость проекта – 38 миллионов рублей. Все работы должны завершить к октябрю этого года. В рамках нацпроекта «Чистая вода» и туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров» начали реконструкцию очистных сооружений. На это из федерального бюджета выделили 20 миллионов рублей. Рабочие уже приступили к строительству зданий механического обезвоживания «Осадка». Демонтирована система вентиляции, система теплосети демонтирована. Выполнена работа по устройству котлована, сделаны песчаные основания, выполнена бетонная подготовка, сделана гидроизоляция. Ну и сейчас мы видим, значит, идёт устройство опалубки и идёт расклад арматуры. Будет выполнена монолитная плита. После монолитной плиты будет выполнен каркас и монтаж панели. После строительства здания оснастят специальным оборудованием. Как пояснил руководитель Горводоканала, необходимо решить проблему избыточного ила, который генерируется в процессе очистки воды. Применяя современные технологии, его с лёгкостью можно использовать как вторичный ресурс. После мехобезвоживания будет проходить компонсирование осадка, будет создаваться компостная масса с помощью реакента и опилок. Смешивается и пойдёт в дальнейшую технологию. Технологическая цепочка. Это только первый этап. Вся технологическая цепочка будет завершена после полной реконструкции полигона и иловых карт. Проект сейчас находится на экологической экспертизе. По словам чиновников, обновление никак не повлияет на тарифы ЖКХ. В Яблоневом саду продолжается подготовка 72 участков для многодетных семей. На сегодняшний день заведены все коммуникации. Электричество, и водопровод, и канализация, и газ. И, кроме того, еще подготовлены все необходимые работы под дорожную инфраструктуру. Пока у нас есть задержки с финансированиями из областного бюджета по дорожной инфраструктуре, с этим мы работаем. Жеребьёвка пройдёт с 1 по 31 августа. На земле по 7-8 соток владельцы смогут возвести собственное жильё с учётом требований по площади и этажности. Также в микрорайоне планируют построить детский сад на 90 человек. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Дети не менее подвержены ковиду-19, чем взрослые. С начала пандемии в Сарове зафиксировали более 60 случаев заболевания у маленьких пациентов. По данным на 29 июня, 73 ребёнка находятся в списке контактных. Чаще всего болезнь протекает в лёгкой форме, без госпитализации. Тем не менее, это не исключает и тяжёлого течения заболевания. И в Российской Федерации зарегистрированы и летальные исходы. Клиническая картина проявлений у детей очень-очень скудная. В основном проявляется либо какой-то температурной реакцией от софибрильной, эпизоды до 38-39, и лёгкими катаральными явлениями. В виде першения в горле, боль при глотании и лёгкие проявления насморка. Эпизодически у подростков могут быть жалобы на нарушение обоняния. Во многих случаях болезнь протекает бессимптомно. Врачи выявляют коронавирус у ребёнка по обследованию в рамках контактов в семье и детских садах. Если раньше в апреле месяце у нас функционировал один детский сад с дежурными группами, то вот буквально в мае и в июне месяце дежурных групп стало значительно больше, и они работают при всех практически детских организованных дошкольных учреждениях. В связи с этим в этих учреждениях болеет и персонал, и дети также становятся контактными и по контактам обследуются. Основными методами профилактики вирусных заболеваний считаются вакцинация и соблюдение масочного режима. Прививки от ковида пока не делают. Препарат тестируют на добровольцах в научных институтах. В общественных местах надевать маску нужно как взрослым, так и детям. Маска должна закрывать всю поверхность лица, и маска должна меняться каждые два часа, потому что через два часа она потеряет свою эффективность. Она увлажняется, барьерная функция нарушается, и она сама становится инфицированным агентом. Важно тщательно мыть руки, обрабатывать продукты и упаковки из магазина, мобильные телефоны, дверные ручки и домашние поверхности, которых касаетесь чаще всего. Вирус на них сохраняется в течение 72 часов. Зная основные методы его передачи и соблюдая меры профилактики заражения, можно обезопасить себя и своего ребенка. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Пункты проведения экзаменов в этом году проверяют в большей степени на соблюдение мер эпидемиологической предосторожности. Бесконтактный термометр, маски, перчатки, антисептики на входе – неотъемлемые атрибуты. При этом ношение средств защиты будет обязательным только для организаторов. Подчеркиваю, что это требует необязательно по отношению к детям. Все наши аудитории оснащены бактерицидным оборудованием. Это либо рециркуляторы, либо бактерицидные лампы. Соответственно, питьевой режим усилен будет, потому что помимо того, что мы просим участников приносить с собой бутылки воды, а понимая, что жара и бутылки воды может реально не хватить, во всех пунктах проведения экзамена установлены кулеры, одноразовые стаканчики. У входа в учебное учреждение и в аудитории сотрудники сделали разметку для соблюдения социальной дистанции. Привозить выпускников на экзамен будут строго по графику, чтобы избежать массового скопления. Эти графики уже направлены в школы, и школы прибывают в соответствии с этим графиком. Произведен расчет прибытия, сколько времени тратится на заход одного участника. Особое внимание к стерильности помещения. Все поверхности будут протирать дезинфицирующим раствором. В кабинетах будут проводить обработку с помощью рециркуляторов до и после экзамена. Численность участников в аудитории сократилась. У нас есть аудитории, где численность участников максимально 9 человек, и есть аудитории, где численность участников 4 человека. Специально оборудованы места, где для участников экзамена предусмотрены одноразовые маски, перчатки и средства дезинфекции. И участники могут этим пользоваться и в ходе самого экзамена. Заданий, времени на их выполнение и оформление бланков изменения не коснулись. Наблюдателей стало больше, но в аудиториях они присутствовать не будут. Задействован в наблюдении за участниками искусственный интеллект, который все нестандартные ситуации, возникающиеся во время проведения экзамена, фиксирует. А дальше уже модератор, конкретно человек, принимает решение, допущено нарушение процедуры или нет. Что касается общественных наблюдателей, в этом году они не могут заходить в аудитории. Они у нас будут, их даже больше, чем в прошлом году, но они будут находиться либо в штабе, либо в рекреациях. Основные сроки сдачи экзаменов с 3 по 23 июля. С 24 по 28 резервные дни. Дополнительный период проведут с 3 по 8 августа. Все результаты выпускники узнают не позднее 17 августа. Подать документы в ВУЗы абитуриенты могут уже сейчас. Результаты ЕГЭ автоматически загрузятся в федеральную базу, в которой организатор приемной комиссии может узнать необходимую информацию. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Как продвигать бренд, перевести бизнес в онлайн, воплотить свою идею в жизнь? Об этом молодым предпринимателям расскажут специалисты в маркетинге и IT-сфере. Проект «Школа, молодежь и цифровизация» проводится среди молодых жителей городов присутствия Госкорпорации «Росатома». Школьники, студенты, молодые предприниматели, в общем, все молодые амбициозные ребята, которые хотели бы реализовать какой-то бизнес-проект, имеют идею, либо, может быть, уже сложившийся бизнес, и как-то хотели бы его цифровизировать. Проект мы реализуем при поддержке информационного альянса «Атомные города», Госкорпорации «Росатома». Не только Саров в этом проекте будет участвовать. То есть сейчас получается, что Саров формирует свою команду. В формате онлайн-лекции участники освоят инструменты интернет-маркетинга, копирайтинга и дизайна. Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку в Центр поддержки предпринимательства. Каждому специалисты отправят ссылку на учебную платформу, где с 1 по 10 июля нужно будет пройти тестирование на знания современных технологий. Тестирование – это не для того, чтобы отсеять тех, кто не подходит по каким-то параметрам. Нет, подходят все. На основании данных по результатам тестирования будет уже готовиться именно обучающая программа. В процессе обучения начинающие диджитал-предприниматели разработают свой проект, который в дальнейшем представят на ежегодном форуме «Хакатон». В рамках этого форума ребята смогут защитить свои проекты. Возможно, смогут получить какое-то финансирование, но в любом случае получат массу впечатлений, массу эмоций, с большой вероятностью какие-то заказы, возможно, будущих работодателей, либо своих бизнес-партнеров. Обучение продлится до 10 сентября. Все участники получат удостоверение о повышении квалификации по специальности менеджера управления диджитал-проектами. Подробнее о программе можно узнать на сайте Центра поддержки предпринимательства города Сарова. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Рабочий день у сотрудников ГИБДД начинается с раннего утра. 5.45 – прибытие личного состава, получение табельного оружия. В 7.00 – развод. Затем в патрульный экипаж и на службу. Сегодня утро саровских гаишников началось с поздравлений. 3 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить всех с праздником. Удачи, здоровья, семейного получения. В Саровском ГИБДД работает около 50 человек. На торжественном собрании 25 сотрудникам вручили благодарственные письма. Среди награжденных – майор полиции Татьяна Лыдкова. Больше 15 лет она несет службу в полиции. В ее работу входит регистрация административных протоколов, выдача водительских удостоверений. Мы находимся 24 часа на работе, действительно, потому что нарушений бывает очень много и в праздники, и не в праздники. Сегодня я получила для себя первый раз почетную грамоту от нашего руководителя, начальника ОВД, Чернышева Андрея Анатольевича. Для меня это двойной праздник, потому что почетная грамота, она заносится в личное дело, очень приятно. Сотрудники полиции несут службу в любую погоду – в мороз, дождь, жару. Для них долг службы превыше всего. Они строго следят за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Редакция нашего канала поздравляет всех сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Желаем легкой службы, и пусть на жизненном пути не будет нарушителей, преград и прочих неприятностей. Жару тяжелее всех переносят пенсионеры, дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Врачи не рекомендуют находиться на открытом солнце с 11 до 17 часов. В это время солнечные лучи особенно активны. В жаркую погоду необходимо пить как можно больше воды. С собой нужно иметь бутылочку воды, минеральной, негазированной желательно, ни в коем случае не сладкой, потому что от сладкой воды хочется пить еще больше. По поводу питания. Лучше всего в период жары исключать из рациона жирные сорта мяса, сладкие продукты, сладкое питье. И вообще в период жары лучше питание – это овощи, нежирные сорта мяса, ну как я уже сказала, курица или отварная рыба, фрукты, ягоды. Если вам необходимо выйти на улицу, стоит внимательнее отнестись к выбору одежды. Предпочтительнее легкие натуральные ткани и светлые оттенки. Одеваться лучше в просторную, светлую одежду из натуральных тканей, чтобы одежда не была синтетической и не был нарушен теплообмен. Не забывайте про головной убор. Детей нужно одевать еще легче. Механизмы теплообмена в маленьком организме не настроены в полной мере, поэтому получить тепловой удар он может намного быстрее. Перегреться можно также в общественном транспорте, который не всегда оснащен кондиционерами, но и с ними нужно быть аккуратнее. Если вы находитесь в помещении, температура не должна быть ниже плюс 22 градусов. Чтобы лучше в помещении переносить жару, ну естественно это кондиционеры и вентиляторы. Если замечаете симптомы перегрева или теплового удара, лучше переместиться в тень. В домашней обстановке лучше лечь и пить много воды. При ухудшении самочувствия и повышении температуры тела незамедлительно обращайтесь к врачу. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На груди Расима Аибова блестит орден мужества. Его ему вручили за смелость и отвагу, которые мужчина проявил в Чечне. К ордену Расима относится спокойно. Говорит, что служил не ради награды. Ну просто орден. Ну да, конечно, он не каждому и не всем дают, но, понимаете, ну не знаю, у меня нет какого-то к нему особого такого трепетного сильного отношения, потому что, ну, там, поверьте мне, очень много людей, которые даже больше достойны этих наград. Расим закончил Саратовское военное училище. По распределению приехал в наш город. После года службы в 2001 году его отправили в командировку в горячую точку на 4 месяца. В июне 2001 года при возвращении с ночной разведки попали в засаду. Ну, собственно, классическое, в основном, ранение, которое часто можно было получить, это вот как раз, когда подали в засаду. То есть подорвались на фугасе, стреляли нас. Вот. Собственно, служба там закончилась после этого. После ранения Расима отправили в госпиталь, сделали протезирование руки, и мужчина вернулся на службу в Саров. После работал в сфере ЖКХ, а сегодня юрист межрегионального управления и ведомственной охраны. Орден мужества на груди носит еще один ветеран боевых действий Дмитрий Шитухин. В 19 лет призвали в Таманскую дивизию в Подмосковье. В сентябре 1999-го приехал в Чечню. В Аргунском ущелье при головной дозор колонны попали в засаду, был ранен. Дмитрия ранили в бок. Одну пулю смогли вытащить сразу, а вот вторую достать не удалось. В моменты досмотра в аэропорту или на ЖД-вокзале металлоискатели реагируют на нее. И Дмитрию приходится предъявлять медицинскую справку. Всего в Сарове около 500 ветеранов боевых действий. Это люди, которые воевали на фронтах Великой Отечественной в Чечне и Афганистане. 1 июля – их общий праздник. В этот день нет митингов и не звучат торжественные речи. Но для тех, кто прошел через войну, это еще один повод вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В лесном массиве нашего города живут три медведя. Так могла бы начинаться сказка. Но это быль. Наши медведи гораздо меньше таежных собратьев. Высоту достигают метра 75. Но, тем не менее, могут быть опасны для человека. Следы медведей горожане находят глубоко в лесу. Фотографируют их и выкладывают в интернет. Как правило, в чащу люди заезжают на квадроциклах. Там рубят деревья, косят траву, выгуливают домашних питомцев. Тем самым беспокоят дикого зверя. Если в тайге он спит в тихих местах, где его не трогают и атеропогенный фактор не захватывает, как у нас тут броид ходит везде, сейчас люди массово ничего не думают, гуляют с собаками и думают, что вот они такие любители природы. На самом деле, а медведь он хозяин тайги. И если он в районе вот этой четвертой заставы перешел, а у нас там образовалась такая стация лесная уникальная, болото. Раньше там не было, раньше было поле, а лет последних 10 образовался огромный болот, а болото – это жизнь. Туда сейчас вот наши лесники недавно, лося видели, там птицы, все киши, даже косули появились. Шансы встретиться с медведем в Саровском лесу невелики. По словам лесника, косолапый боится человека настолько, что порой при встрече с людьми у него может случиться инфаркт. Они хозяева природы, не мы хозяева, они хозяева леса. Пришли, наведались, проверили, все нормально, тихо, ну где-то попитались чем-то. Кормовая база у них неплохая, тем более после горельников масса малинника, масса разных ягод. Медведь – животное сурьезное, как говорится. Ну, всеяден, как человек, питается корешками, разными там мелочью. Ну, как и люди, все ест. Найдет мышцы ест, найдет там какую-нибудь личинку, какой-нибудь жука тоже. Ну, любимая у них пища – это муравьи. Спастись от медведя можно тремя способами. Первый – при виде косолапого нужно громко закричать. Второй – бросить ему рюкзак, куртку или другие крупные предметы, чтобы отвлечь внимание зверя. А после бежать, что есть силы. Ну, а если первые два способа не помогли, то применяйте третий. Опасный – ложитесь на землю лицом вниз и не шевелитесь. Медведь может решить, что вы мертвый и сам оставит вас в покое. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Все взрослые сначала были детьми. Только мало кто об этом помнит. Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. Эти фразы из «Маленького принца» знают во всем мире. Впервые повести к Зюпере опубликовали в апреле 1943 года в Нью-Йорке. Тогда за несколько дней было продано более 200 миллионов экземпляров по всему миру, что поставило книгу в ряд самых продаваемых. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери. Сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку-презентацию, посвященную творчеству и личности писателя. На этой выставке можно увидеть разные переиздания такой аллегорической сказки «Маленький принц». И даже представлена книга, которую можно читать одновременно на русском и на французском языке. Это, наверное, для тех, кто знаком с французским языком или, может быть, хочет изучать французский язык. Помимо этого, сотрудники библиотеки приготовили для саровчан онлайн-программу. На сайте и на YouTube-канале можно посмотреть выпуск передачи с цикла «Тайны живых книг детской литературы в портретах», в которой рассказывается о жизненном и творческом пути Антана де Сент-Экзюпери. Достаточно любопытная программа, где можно узнать много интересного, какие-то необычные факты из его жизни, биографии, узнать о том, какая тесная связь у него была с матерью, о том, что друзья ласково называли его Сент-Экс или Сент-Экзю. Чтобы посмотреть выставку-презентацию, нужно зайти на сайт библиотеки, найти раздел «Контакты» и записаться на экскурсию. Выставка продлится до конца лета. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В конкурсе «Семейный подряд» могут принять участие абсолютно все семьи Сарова. И молодожены, и люди, которые прожили долго в браке. И семьи с детьми, и те, кто только ожидает пополнения. Все, что нужно сделать, это выложить фотографию на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Главное, чтобы страничка была открыта. И указать хэштеги. Хэштег «Молодежный центр Саров» и хэштег «Семейный подряд». Нужно подписать фотографию, написать фамилию семьи участницы. Горожанам предлагают на выбор пять номинаций. Каждая из них отражает одну из граней взаимоотношений в семье. Например, «Карусель» – это совместные фотосемейства с многочисленными родственниками. Посиделки, эксперименты на кухне или праздничное застолье. Номинация «Семейное прибавление». Это могут быть фотографии, где запечатлена встреча малыша из родильного дома. Вся семья встречает новорожденного малыша. Организаторы не забыли и про здоровый образ жизни. Номинация «Семейный спортотряд» для тех, кто не представляет своей жизни без физкультуры и зарядки. Причем на снимке спортом должны заниматься все члены семьи. Еще одна номинация «Акварель» придется по душе малышам. На снимке нужно запечатлеть картины, нарисованные с помощью отпечатков ладошек взрослых и детей. Фотографии нужно разместить в социальной сети ВКонтакте не позднее 5 июля. Потом начнет работать жюри. 8 июля они выберут победителей в каждой номинации. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Участники спортивного клуба «Тритон» чистили дно пруда Борового три недели назад. Тогда еще никто не знал о сроках начала купального сезона, но для мужчин было важно подготовить водоем к приходу саровчан. А так как летом на Боровом купается очень много детей, то забота об их здоровье была приоритетной. Мы ограничиваемся и городом. Также берем под контроль реки, прилегающие к Сарову. По согласованию с администрацией, в частности, города или других муниципальных образований, мы выезжаем, контролируем, чтобы браконьеры не ставили сети, очищаем водоемы. Акции по очистке водоемов от прибрежного и подводного мусора стали уже регулярными. Два раза в год перед открытием купального сезона и после его завершения участники клуба «Тритон» обследуют дно городских водоемов. Мы чистим заходы в воду, где люди купающиеся отдыхают. Если, например, МЧС, как мне известно, они чистят на глубине полутора метров и удаль на метрах пять. Мы стараемся охватить более объемные территории. На кадрах любительской съемки видно, что спортсмены клуба обследовали дно и в районе плотины. Вытаскивали оттуда бревна, пни. Для удобства транспортировки приходилось распиливать их прямо в воде. Мусора, конечно, много. Собираем очень много мешков. Около 20-15 мешков. Хочу призвать людей, чтобы не мусорили, следили за собой. Оставляли мусор в контейнерах. Со дна поднимают не только природный мусор, но и то, что в водоемы накидали люди. Пластик, полиэтиленовые пакеты, консервные банки, проволоку и самое опасное – разбитые стеклянные бутылки. Помогают спортсменам в очистке водоемов их родственники и друзья. Они собирают мусор по берегам и принимают находки от тех, кто нырял за ним на глубину. Присоединиться к экологическим акциям Тритона и помочь сделать город чище может любой желающий. На странице клуба в социальной сети ВКонтакте сообщают о ближайших проектах. Елена Грицкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Юные спортсмены официально возобновили тренировки. С 1 июля ребята приступили к занятиям не более двух часов в день с соблюдением всех мер предосторожности. В закрытых помещениях это не более трех человек, а на открытом воздухе это не более семи человек. То есть, конечно, для нас это тоже хорошо, в том плане, что мы можем уже к тренировочному процессу уже привлекать детей и тренировочных групп, и групп начальной подготовки. Не более двух часов в день, в принципе, тренировочный процесс, он так и длится. То есть, этого времени достаточно, чтобы ребенок получил полноценную тренировку. Опытные спортсмены тренируются уже с 1 июня. Сейчас у лыжников важный период, за который они должны восстановить силы и подготовиться к предстоящим соревнованиям. У лыжников летний период времени – это основной сезон, поэтому мы продолжаем. Кто-то продолжает, кто-то начинает подготовительный сезон к зимнему периоду. И надеемся, что в сентябре мы сможем провести чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу. В июле на базе школы Олимпийского резерва «Атом» традиционно проводилось открытое первенство города. Спортсмены надеются, что соревнования удастся провести осенью. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.